Медали за выдающийся вклад в развитие Кубани получили руководители крупных строительных компаний, во многом благодаря которым Краснодарский край в этом году занял вторую строчку в рейтинге регионов страны по объему построенного жилья. С результатом в 4 миллиона квадратных метров регион уступил только Московской области. Наша многолигая армия строителей, несколько сот тысяч коллективов строителей индустрии, которые делают нашу Кубань красивее, которые делают наши города, наши станицы более комфортнее и благоустроеннее. Нам приятно, что на наших глазах меняются облики наших городов, наших станиц. Это и спортивное сооружение, это сооружение и здравоохранение, это объекты инфраструктуры, жилья. Недаром мы вторые по объемам ввода жилья, а по строймонтажным работам занимаем третью позицию в России. Мы даже себе представить не могли в 20 лет назад, что мы можем выйти на такие темпы. Очень искренне хочу поблагодарить вас за ваш самотверженный труд от всей Кубани, потому что без вас у нас нет не только настоящего, но нет и будущего. Глава региона также отметил, что отрасль формирует сегодня 20% всего валового регионального продукта. Точкой роста для многих предприятий стала главная стройка страны и подготовка к Олимпиаде в Сочи. Кубанские компании приобрели огромный опыт, который теперь с успехом реализуют на территории края. Губернатор добавил, что впереди у региона новые мегапроекты – Формула-1 и подготовка к Чемпионату мира по футболу. Кроме того, масштабные преобразования в плане благоустройства ждут в ближайшие пять лет Краснодар. Со словами благодарности и поздравлений в адрес строителей выступил и первый вице-губернатор Джамбулат Хатоф. Конечно же, мы будем строить сотни новых детских садов, мы будем строить десятки школ в ближайшее время, спортивных объектов. Александр Николаевич сказал, что последние три года 4 миллиона квадратных метров – это уже норма для нашего края. Боюсь, что задачи растут, поэтому и 4,5 миллиона квадратных метров для жителей нашего края, для повышения качества жизни, о котором говорит губернатор, для реализации социальной политики тоже будет делаться. Продолжился праздник большим концертом. Свои поздравления представителям строительной отрасли края подготовили и артисты Краснодарской филармонии. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ